Внимание! Сессия! Как её сдать и как её пережить? Полезный путеводитель по зачётам и экзаменам. Всё будет хорошо. Особенно, когда успешный блогер рассказывает, как это сделать. Студенты жалуются на погоду на журфаке. Попробуем добавить ярких красок. Самый насыщенный солнечный прогноз событий в рубрике «Погода на журфаке». Добрый день! В эфире «Маховая-9». С вами Александра Афанасьева и Артемий Абрамов. Уже через две недели начинается самое тяжёлое испытание для всех первокурсников и не только. Сессия. Последним учебным днём в этом семестре станет 22 декабря. С 23 по 30 декабря пройдёт зачётная неделя. Уже 4 января начнётся экзаменационная сессия. Все силы сейчас уходят на подготовку. Времени узнать о сюрпризах сессии просто не хватает. Почему, например, расписание зачётов и экзаменов выходит всего за две недели до их начала? Мы строим нашу зачётную экзаменационную сессию на основании документов, которые мы получаем из ректората. За подписью ректора. Если мы получили такой приказ на прошлой неделе, мы, соответственно, пустили его в обработку. И за две-три недели до сессии получается расписание по экзаменам и зачётам. То есть это регулируется ректоратом. А вот ещё несколько полезных советов от заместителя декана по учебной работе Ольги Ростиславовны Лощук. Лучше не забывайте зачётку дома. Придётся возвращаться за ней, а потом сдавать. Зачётка хранится у вас, но лучше следуйте негласному правилу журфака. Оставляйте её в учебной части. Так с ней точно ничего не случится. Если в зачётке в ведомости разные оценки, не волнуйтесь, преподаватель мог ошибиться. У вас одна попытка. Перездач до начала следующего семестра не будет. Они отнимают время для подготовки к другим зачётам и экзаменам. Если вы болеете, оформите справку, принесите её в учебную часть и смело сдавайте в другое время без перездач. Но справка должна быть настоящей. Руководство факультета обязательно это проверит. Подготовка к сессии редко бывает стабильной. Студенты учат конспекты, сутками не спят, забывают о еде, теряют силы и волнуются. Как же обрести заветные баллы в зачётке и не потерять при этом здоровье? Об этом мы спросили старшекурсников. Не нужно паниковать раньше времени. Чем спокойнее ты будешь к сессии подходить, тем лучше она у тебя получится. Я считаю, что во время сессии нужно есть побольше орехов, побольше шоколада. Для того, чтобы заряжать свои мозги. И когда ты мало спишь, это очень хорошо восстанавливает силы. Главное не бояться. На самом деле всё не так страшно. И как оказывается, к концу четвёртого курса все преподаватели довольно милые. И валить вас никто не собирается. Не волноваться и задавать побольше вопросов преподавателям, если что-то ты недопонял. Лучше всегда спросить до сессии, чем на экзамене. Самое главное – высыпаться перед экзаменом. Потому что вам не поможет никакая зубрёжка, если вы до этого сутки что-то там учили и не поспали. Заряжайте обязательно свои телефоны перед экзаменом. Обязательно, обязательно проверяйте баланс перед экзаменом. Потому что может быть такое, что вас заблокирует, интернета не будет. И всё, пересдача. Ни о чём не переживая. Вы всё сдадите. Всё у вас будет замечательно. И потом вы всё это будете вспоминать, как страшный сон. Всё. Ну а самое верное средство – учиться не в ночь перед экзаменом, а всё-таки заранее. 25 января всем отметим День студента и официальное окончание сессии. Канюкулы в этот раз пройдут до 6 февраля включительно. Прецессионное настроение отразилось и на вопросе декану на этой неделе. Рина Великая сейчас всё пояснит. Всем привет! Не секрет, что журфаковцы не всегда прилежно посещали пары, пока в прошлом году не ввели бально-рейтинговую систему. Вопросы по этому поводу возникают до сих пор. Елена Леонидовна, БРС действительно существует и помогает студентам? Или это лишь способ убедить их ходить на лекции? У истоков бально-рейтинговой системы стояла практика зачётов автоматов и экзаменов автоматов, потому что многие преподаватели уже много лет составляют свои рейтинги студентов, проставляют студентам какие-то свои оценочки за то, как они посещают, как активно участвуют в дискуссиях. И это выгодно оказывается для многих преподавателей на семинарских занятиях. Система нацелена на то, чтобы поощрить студентов, активно работающих в семестре и приходящих на занятия в семестре регулярно, поощрить во время сессии. Ну, конечно, подчёркиваю, что только пропуски какого-то предмета не могут стать основанием для отрицательной оценки. Здесь надо договариваться с преподавателем, закрывать долги и приносить какие-то дополнительные работы, которые бы показали преподавателю, как студент освоил материал. Уверена, автомату порадуется каждый. Да и ходить на пары не так уж скучно. Вспомните, ведь студенческая жизнь – это весело, а почувствовать её можно только раз. Но вернёмся ко второму вопросу недели. Он у нас действительно необычный. Елена Леонидовна, как декан почти женского факультета, расскажите, что вы думаете о феминизме в нашей профессии? Некоторые исследователи говорят о феминизации профессии. И в чём-то можно согласиться. Женщин действительно на рядовых должностях в редакциях становится всё больше и больше. Иногда даже женщин в абсолютном большинстве больше в составе редакции. Я к этому отношусь философски, но в принципе позитивно. У женщин особая журналистика, в которой степень сочувствия герою и степень вовлечённости журналистов в описание происходящего события, эмоциональной вовлечённости в описание события, гораздо выше. Женская журналистика в этом смысле – журналистика эмоционально насыщенная. Но я должна сказать, любой коллектив и любая профессия хороша тогда, когда она гармонична. Поэтому мальчикам тоже надо думать о поступлении на журфаке. Не надо исключать карьеры в области медиа, тем более, что сегодня медиа развивается и молодым людям тоже предлагают много новых возможностей. Пусть представители обоих полов живут в мире. Не сомневаюсь в способностях журфаковских дам, но и юношей тоже надо ценить. Тем более, что их у нас и так мало. Друзья, надеюсь, вы уже придумали идеи для новых вопросов. Не стесняйтесь их задавать. Помните, мы всегда ждём ваших писем. Будем рады получить их через неделю. Круглую дату отмечают на этой неделе наши соседи. Факультету психологии МГУ всего 50. В университетских масштабах это, конечно, юный возраст. Но достичь за это время удалось действительно невероятных вершин. Алиса Брицкая смогла не только поздравить наших коллег, но и заглянуть в центр виртуальной реальности. Отсюда выходит, чтобы найти себя во многих сферах. Бизнес, педагогика, медицина, психологические службы. Выпускники факультета психологии МГУ сегодня на расхват. Мечта, ставшая реальностью всего за 50 лет. Ещё в середине 60-х таких дипломов никто не получал. Отделение психологии на факультете философии выпускало около 20 человек в год. Как всего за полвека вырос успешный факультет? Не без помощи легенд. Алексей Николаевич Леонтьев. Который пришёл сюда работать после окончания своей службы в качестве руководителя госпиталя во время войны. Его пригласил Сергей Леонидович Рубинштейн. Психологи тонко чувствовали потребности времени. Постсоветский период, реформа системы образования. Новые верные настройки помогали расти и развиваться. Философия психологии – это флагман. Флагман образования во всех смыслах. Это огромная ответственность для нас, потому что мы создаём стандарты. Образование, наука и практика – и сегодня одни из главных направлений у факультета. Например, здесь можно найти вот такой центр виртуальной реальности и оказаться в космосе или на нефтяной скважине. Кажется развлечением, но для психологов это работа. Так они изучают поведение человека. Всякая практика, она всегда базируется на теории. И чем лучше эта теория, чем лучше наш выпускник или практикующий психолог это знает, тем это и полезнее, и эффективнее непосредственно для пациента, клиента или того, кто к психологу обращается. Это единственный факультет в России, чей выпускник может работать в Европе без сертификата Европси. Псих факультет может быть некой душой общества, потому что в этом смысле мы те люди, которые помогают людям общаться. Помогают людям в целом решать именно те проблемы, которые самые-самые-самые в них тонкие. В декабре 2016 у факультета не только юбилей, но и очередная победа – Европейский психологический конгресс. Уже через три года впервые в России и именно здесь, в МГУ. Поэтому повод для поздравлений и пожеланий двойной. Чтобы через 50 лет наш факультет просто был на уровне мировых университетов, и его знали вообще все. Больше студентов, которые будут там оставаться и будут что-то новое произносить. Я хочу, чтобы он оставался таким же потрясающим местом. И чтобы конкуренты даже не пытались подтачивать нос под наше первенство. И чтобы факультет психологии оставался достойным членом команды факультетов Московского университета. Поздравляю всех с праздником. Алиса Бритская, Антон Чуванов, Роман Никифоров, Маховая 9. Череда юбилеев продолжится уже в начале следующей недели. 12 декабря 75 лет исполнится экономическому факультету. Но вернемся к журналистике. Одна из самых актуальных сегодня тем – освещение жизни людей с ограниченными возможностями. Наверняка с этим столкнется любой профессионал или студент. А вот пониманию проблемы часто мешают стереотипы. Что же должен знать журналист, особенно начинающий? Журналист должен понимать степень ответственности каждого слова, которое он выпускает в эфир. Ведь слово – это великое орудие, которое может как поднять до небес и сделать абсолютно счастливым, так и убить человека. Избавить общество от предрассудков – цель международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов «Интеграция». Он прошел 7 декабря в Москве. В этом году более 200 СМИ прислали свои работы на фестиваль. Далее в эфире. Кто жаловался на непогоду? Вас обязательно обрадует свежий прогноз Василисы Кузнецовой. Он молод, он знаменит. Но как он завоевал такую популярность? Секреты и советы от Стаса Давыдова. И расстелим ковер тем, кто хотел, но так и не смог попасть на физический факультет неделю назад. Лучшие моменты альтернативного шоу. Факультет журналистики вновь зажигает звезды. 16 декабря ежегодный день практики увенчается награждением звезды журфака. Это один из выпускников. Лучший, по мнению студентов. На этот раз большинство проголосовало за Николая Картозию. Генеральный директор телеканала «Пятница» не так давно был гостем учебной программы студентов 4-го курса. Я прошел два этапа, когда я учился на журфаке. Больше всего я ненавидел Леню Парфенову. Я думаю, что ну ты хлыщ какой-то, вообще не пойму. Вообще, когда мы учились на журфаке, мы были богами и гениями. Вот. А потом я, естественно, закончил журфак и пошел работать к Парфенову. Так вот, это был один из лучших интересных людей, с кем я работал, как ведущим. В прошлом звездами журфака становились Яна Чурикова и Андрей Малахов. И еще одна звезда. Известный видеоблогер Стас Давыдов тоже посетил МГУ. Вы, конечно, знаете его проекты «This is Хорошо. Интернет бомбит». На каналах YouTube их аудитория 5,5 миллионов человек. Так как же сделать себя в современном медиапространстве? Наша Екатерина Винокуршина внимательно слушала лекцию Стаса и задавала вопросы. По мнению, в интернете делаешь что-либо. Начиная с того, что ты всегда встретишься со стеной негатива. Надо быть стойким и уметь состребить себя сильнее, чем тебе могут в комментариях. И тогда все будет хорошо. Я очень надеюсь, что когда я что-нибудь рассказываю про то, что мы делаем, это мотивирует людей заниматься вещами, которыми они хотят заниматься. И знаете, что они могут самореализоваться? Хватайте опыт. На самом деле, ну, то есть есть очень много вещей, которым нельзя научиться, которым нужно делать. И это нормально, нужно просто начинать делать. Я нигде не учился, я просто читал скороговорки, я читал Станиславского. Я не то чтобы стал вот этого актером, но некоторые вещи, честно говоря, прочитав, мне Станиславского становится проще делать. А камеры — это вот эта вот очечка, на которую нужно смотреть. Представь себе, что вот этот человек, что вот здесь, вот, вот там, вот. Человеку прямо в него говори, и тогда начинало получаться доносить информацию. Стас считает, что ведущий программы не должен быть ее лицом и купаться в славе в одиночку. Поэтому он очень много говорит о своих помощниках и приглашает в программу других ведущих. Главная тема сегодняшнего выпуска — сессия. И сегодня мы поговорим о ней с человеком, который не только принимает экзамены у студентов, но и в бытность свою студентам факультета журналистики МГУ также сдавал экзамены. У нас в студии Аникина Мария Евгеньевна. Сейчас преподаватель факультета журналистики, но когда-то Мария Евгеньевна сама сдавала экзамены тем же преподавателем, которым сдаем сегодня сессию мы. Расскажите нам про свой самый сложный экзамен. Вообще много у вас пересдач было в вашу студенческую пару? Пересдач у меня, ну, серьезных прям совсем пересдач не было. Один экзамен вызывал у меня страх по непонятным причинам истории зарубежной литературы, которую я не приходила сдавать дважды, то есть на экзамен и на первую пересдачу. Просто, ну, необъяснимо. Не могу сказать, почему, но так было, да. Это было сложно? Это было почему-то страшно. А это было из-за преподавателя или из самого предмета? Я думаю, что из-за обилия материала, который нужно было освоить, и из-за опасения, что что-то забудется. Есть преподаватели, которых вы до сих пор, может быть, боитесь с тех студенческих времен? И кого стоит опасаться нашим студентам? Я думаю, что студентам стоит опасаться прежде всего самих себя, потому что таких пугал, да, очень много придумывается обычно, особенно в период сессии. Следующий вопрос. Нас очень интересует судьба модуля социологии. Социологии журналистики. Да, социологии журналистики. Модуль замечательный, и он, на мой взгляд, очень полезный и очень интересный, потому что позволяет все-таки студентам, которые пробуют получать знания вот в этом направлении, позволяет лучше разбираться в происходящих в медиасистеме процессах. Но почему же тогда этот модуль у нас так непопулярен на факультете? Я думаю, что, ну, даже вот опыт работы на кафедре социологии массовых коммуникаций, в прошлом кафедре социологии журналистики, показывает, что все-таки исследование – это штучное такое производство, и работа вот в этом модуле, она не может быть массовой. А у нас правила организации учебного процесса таковы, что нужно много желающих для того, чтобы открыть модуль. И сейчас, то есть, его закрывают? Да, у нас наборы вот на третий курс будущий не планируются. Еще один вопрос, который, наверное, ответ на который хотели бы услышать многие студенты. Многие считают, что теория журналистики, которую вы преподаете на втором курсе, на практике не пригодится. Может быть, вы сможете развеять этот стереотип? Знаете, я как раз вчера спросила студентов в конце лекции, в завершении, ответить на вопрос, что им понравилось и не понравилось в курсе. Получила очень много интересной информации. Что касается полезности, пользы курса теории журналистики, то я готова понять студентов. Когда я училась на факультете, в конце 90-х, начале 2000-х, курс стоял на первом году обучения, и тогда было еще сложнее, конечно, осмыслить пользу вот такой масштабной теории. Понятно, что его непросто осваивать, там много терминов, много разных концепций. Еще одна проблема в том, что какие-то вещи повторяются, и студенты уже какие-то вещи более или менее знают. Но я думаю, что когда появятся еще знания в других областях, более подробные, все как-то встанет на свои места. Спасибо вам большое. Да, то есть пазл сложится. И еще раз спасибо вам большое. У нас в студии была Мария Евгеньевна Аникина. И о погоде. Как вернуть солнце в декабре? Хотя бы у нас на журфаке. Главное верно адресовать свою просьбу. Адресуем Василисе Кузнецовой. Добрый день, друзья! Помните ли вы, что скоро Новый год? Конечно, ведь есть вещи, которые нельзя забыть, а для всего остального есть погода на журфаке. Начинаем наш самый студенческий прогноз. На днях к нам в редакции «Маховой 9» поступила жалоба. Почему на журфаке все время пасмурно и туманно, и осадки никак не оставляют студентов в покое? Нельзя ли сделать прогноз повеселее? Хорошо. Хватит говорить о тучах. Грядущая неделя объявляется самой солнечной в этом учебном семестре. Мороз и солнце, день чудесный, понедельник, обрадует наших первокурсников финальным тестом по иностранному языку. А это значит, что в следующий раз ребята увидятся с предметом только на зачете. Во вторник по-настоящему теплое солнышко накалит атмосферу на втором курсе. От контрольной по русской литературе ребятам в теньке не спрятаться. Со средой все ясно. Температурных рекордов и осадков на факультете не ожидается. В четверг мы полюбуемся прекрасным закатом творческого конкурса ярмарка студенческих телеформатов. Для студентов закончится прием заявок на участие. Благодаря ясному небу на неделе, в пятницу под нашим небесным куполом зажгутся новые звезды. Самые яркие и трудолюбивые студенты получат свои награды на уже традиционном дне практики. Ну и конечно, мы поздравим главную звезду журфака, лучшего выпускника факультета журналистики МГУ, по мнению студентов, в этом году. Ну а в субботу настоящий звездопад. Кавалеры приглашают дам. Дамы смущенно улыбаются, но обязательно соглашаются на круг волшебного вальса по болестраде журфака. Балу физиков и лириков быть. Главным событием зимы в истории факультета уже в четвертый раз. Ох, как же и хочется мне сейчас на бал. Потерять туфельку, найти принца, попасть в настоящую сказку, где не существует сессий, дедлайнов и контрольных. А все это я к тому, что второкурсникам вечернего отделения в эти выходные не стоит увлекаться иллюзиями. Настоящая гроза, молния, мозговой штурм. Называйте как хотите. Дедлайн сдачи рефератов по русской литературе в воскресенье. Неуспевшие вовремя студенты не будут допущены к экзамену. Держитесь, а лучше держите кавалеры своих дам. На сегодня это все. Помните, что на журфаке нет плохой погоды. Есть студенты, которые плохо готовятся к занятиям. Удачи вам и до свидания. Пряный плов, флагман и пахлава настоящим восточным базаром стал День культуры Востока для студентов МГУ. С гастрономическим разнообразием справились все, а вот проверка эрудиции оказалась по зубам лишь самым начитанным. Но последним этапом оставалось только наслаждаться. Студентки ИСА покорили зрителей ярким танцем живота. Девушек даже попросили выйти на бис. На сегодня у нас все. Выпуск вели Александра Афанасьева и Артемия Абрамов. А на десерт фрагменты яркого шоу, которое устроили студенты физического факультета. Мини-спектакли, импровизации, танцы и душевные песни. Ковер 2016 разрушил много шаблонов. Оцените сами. Спасибо за то, что были с нами и до следующей встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, собственно, хотели, чтобы именно было красочно для зрителей. Ну, а, соответственно, участникам просто интереснее выступать на каком-то более оформленном мероприятии, где еще люди сидят в зале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень ламповая атмосфера, очень иудно. Ну, в принципе, к чему стремились. Как будто ковер сзади на стене есть. Вот. Я начал рулить, но он еще не поехал, Сергей Владимирович. Залазь тоже в кабинку. Я иду. Он не заводится. Трактор не заводится. Ты не мог сразу сказать? Я снизаем с трактора. Давай, ты же мастер. Я снизу. Я не знаю. けど, я иду. Ocean's. Д Roxа. Я знаю. Продолжение следует...